Да, я думаю, что, наверное, у всех у нас в жизни происходит встреча с каким-то человеком, который меняет направление твоих мыслей, твоего сознания и так далее, и так далее. Я вот себя сколько помню, я даже и не мечтала никем быть, кроме как актрисы. Вот я не мечтала. Встретилась когда-то, мне было 7 лет, я познакомилась с чудесным парнем. Он у нас был руководителем драматического кружка. Я через весь город на трех автобусах каждый день после уроков ездила в этот драматический кружок. И вот именно этот человек, он просто сформировал, я думаю, что на 90% меня как личности. То есть он меня просто вырастил, и я, в общем, я прекрасно знала к окончанию школы, кем я буду и куда я пойду. Другое дело то, что я даже прекрасно знала, где я буду работать. Вот вы знаете, я знала, закончив школу, куда я пойду и где я буду работать. Я буду работать в линкоме, а где еще? Это лучший театр страны. Это перфекционизм, да. Я всегда была такая перфекционистка, у меня все самое лучшее, все самое замечательное. Образ жизни и так далее, и так далее. Качество жизни, для меня это всегда было очень важно. И так и получилось, закончив там с третьего курса, я пошла работать в линком. Но вот эта вот неугомонность, понимаете, во-первых, я не могу никому подчиняться. Это мне очень сильно вредит и в личной жизни, это неумение подчиняться. Марко Анатольевич Захаров всегда говорил, что театр строится на раздавленном самолюбии. Вот это свое самолюбие я раздавить никак не могла, потому что я задала себе вопрос, а что будет, когда мне будет 40 лет? Вот я тут бегаю зайчиком, кроликом, собачкой, пока мне там мало лет. Потом я, может быть, буду дрыгать ногами в пятом ряду слева. Может быть, через 10 лет я получу главную роль. Может быть, я снимусь в фильмах, но нам еще и в кино не давали сниматься, понимаете? Тут же амбиции надо как-то пестовать, надо же как-то это все взращивать. То есть кому-то разрешают все, тебе не разрешают ничего, потому что ты молодой артист, и в кино тебе сниматься не позволяют, потому что есть механизм под названием театр, и ты просто не имеешь права. Очень трудно сочетать театр, репетиции, утренники, тренинги в 8 утра и съемки на телевидении, на радио, в кино. Это практически нереально. То есть ты должен сделать выбор. Вот Люся Артемьева, она у нас работала, она была ведущей актрисой. И тем не менее она сделала выбор. И я несколько раз подходила к Марку Анатольевичу Захарову, просилась в кино. Он мне говорил, Таня, сделайте выбор. И, в общем, как-то мне было это очень обидно и грустно слышать. Но не в этом дело. А дело в том, что, вот вы знаете, я, наверное, вот слишком такая активная. Я не могу сидеть вот долго на одном кресле. Я очень гиперактивный ребенок всегда была. Мне нужно было познавать мир. То есть практически сразу я организовала туристическую компанию со своей подругой, с актрисой. И вот представьте себе, работа в Линкоме плюс, плюс. Мы сделали фирму и снимали программы, клипы, кино через свою компанию. То есть никто этим не занимался. А мы возили, как раз вот работали с Египтом, и с Катаром. В Катар вообще там ни один русский, кроме посольских, не приезжал в то время, когда мы туда приехали. И вот, видите, вот этот кругозор. А жизнь давала такие знакомства, такие друзей. Это не какие-то, понимаете, менеджеры по туризму. Это люди все определенного уровня, социального, материального. Вот как-то вот жизнь нам давала всегда это все. И ты, когда видишь качество жизни, которое ты можешь себе заработать, и которое ты никогда не заработаешь, будучи актером театра Линского, комсомола. Понимаете, если... У меня жизнь все время куда-то вот на запад выталкивала постоянно. Я могла остаться в Америке, я могла остаться в Дании, я могла остаться в Голландии, я могла остаться в Лондоне. Постоянно у меня куда-то там стажировки какие-то там-сям. Вот мне надо было там два года проучиться, я бы диплом американский получила. Но я поняла, что это вообще не моя страна, я там жить никогда не смогу. С этой вот тупоголовостью граждан Америки, ну не могу я там жить, ну мне скучно, не могу. Просто вот эти рамки направо-налево-вперед, это вот не для меня было жизни. Я понимала, что нет, нет. Но хотелось жить хорошо. И вот мы уже начали какие-то деньги зарабатывать, когда у нас эта компания появилась. Потом мы, как водится, разругались с подругой. И вообще кино не снималось, и ничего не снималось, а хотелось жить нормально. Когда ты уже вкусил, вот это ощущение свободы финансовой, поездок, общения, изучения. То есть тебе хотелось куда-то толкаться, развиваться. И второй такой момент, который произошел очень знаменательный в моей жизни, я познакомилась с строителями, очень известными строителями. Не буду называть фамилию. Но вот пришел ко мне человек, который стал другом на очень долгие годы. И до этого еще у меня появилась подруга-строитель, которая меня втащила в этот бизнес. И вот потом этот друг. И как-то вот моя жизнь вообще кардинально изменилась. Я думаю, да ну его это кино, никакого толку не хочу. Бросила театр, ушла из театра, ушла в бизнес. А тут кино повалило. И вот как-то очень, знаете, 15 лет я жила очень хорошо, динамично. И в кино успевала сниматься, и там заниматься строительством, как-то так вот. Но жизнь, она же на то и жизнь, да? Она такая полосатая. То хорошо, то плохо. И самое главное, надо подготовиться к этим кризисным моментам. А мы не всегда можем это делать. Ну вы по себе знаете, да? Есть деньги, гуляй, рванина, да? Все, надо все, значит, перенасытиться поездками. И все, да? Потом ты понимаешь, что это неправильно. Вот женщины никогда не умеют инвестировать. Это за редчайшим исключением. Я не говорю там про Батурину, да? Ну вот за редчайшим. Женщина, у нее мозг настроен как-то по-другому. Понимаете, она живет сегодня и сейчас. А мужчины живут по-другому. Они все-таки, понимаете, они нацелены на завтрашний день. Ну вот нормальный мужчина, я не говорю про дебилов. Вот. А женщина вот не умеет инвестировать. И то есть вот ты сегодня зарабатываешь, все хорошо, да? И ты как-то вот все время не подготовлен к этим кризисным ситуациям. А кризисы случаются 9-12. Да? Это уже известно. Это уже вообще известный факт. Поэтому вот к этим кризисным годам надо быть подготовленным. А сейчас я не знаю, что мне интересно. Вот я так думаю, все равно мы каждые там 10-12 лет проходим какой-то цикл своей жизни, да? И на каком-то этапе, не знаю, как вы, но я понимаю одно, что самое ценное, самое важное, что может случиться в этой жизни с человеком – это встреча с твоей второй половиной, как это не банально звучит. Вот если кому-то повезло в этой жизни, и он встретил вот это второе я, от которого ты не будешь ждать каждый день какое-то предательство, мелочности, хамство, быдлячество, да? Вот ты встретил человека, с которым тебе каждый день интересно, с которым ты каждый день развиваешься. Не стоишь на месте и не тратишь его деньги, а каждый день я тебе, ты мне. Только такие отношения, они могут продолжаться длительно. Другие, они не будут длительно продолжаться, понимаете? Ведь вся беда девушек, жен олигархов, она стоит, а он развивается. И на каком-то этапе он думает, а зачем она мне нужна? Я тут денег добыл, я тут молодец, я заработала, а на грусть, на мешок на моей ноге, плод, который надо обрубить, иди отсюда. Так они рассуждают, да, не думая о том, что выносить, выродить и воспитать детей – это огромный тяжкий труд заниматься домом, что это просто перераспределение энергии. Вот поэтому вот эти отношения, да, партнерские, они имеют место быть. Но не всем везёт, не всем везёт. Мы можем встречать и провожать и своей жизнью очень много раз каких-то людей. Но вот опять же совет телезрителю или интернет-зрителям, неважно. Если ты понимаешь какой-то ответственный момент своей жизни, что это твой человек, поверьте мне, вдвоём гораздо легче идти. Ты можешь преодолеть в этой жизни всё, находясь вдвоём, а не поодиночке. Потому что это очень тяжело нести ответственность за свою жизнь. Это очень тяжело нести ответственность за своих детей, когда тебе никто не помогает. Это крайне тяжело. Поэтому будьте внимательны. И если вы встречаете такого человека, держитесь за него. Не требуйте от него много. Просто уберите его за руку и идите с ним рядом. Потому что так вам будет легче. И душа ваша будет жить в гармонии и в спокойствии. В противном случае она будет всё время неспокойна. И всё время находиться в поиске. А это отвлекает тебя от каких-то более важных задач. Ты всё время в поиске. Там погулял, там... А потом уже приходит привычка жить одному или жить так, как тебе нравится. Тоже нехти. Потому что мы всё равно все парные создания. Всё равно нам каждому нужна половинка. Кто-то приходит к этому в 60 лет, кто-то приходит к этому в 20 лет. Я почему всегда говорю, там, если мои дети выйдут замуж в 20 лет, я никогда этому препятствовать не буду. Если они мне докажут, что этот человек является второй половиной. Если они мне это докажут, смогут доказать. Или, может быть, мой опыт подскажет, что это так есть. Нельзя этому препятствовать. У Ромео и Джульетта, да? Ну зачем? Это самое главное в жизни. Нет ничего важнее. Потому что мы так устроены природой. Быть с кем-то вместе и рожать детей. И воспитывать этих детей. Которые, может, тебе потом спасибо не скажут. Но это твоё предназначение в жизни. Это твоя цель в жизни. Потом ради этого ты живёшь. И развиваешься. И ищешь работу. И ищешь новые какие-то грани. Ну, так. Спасибо.